Взаимодействие у духа тел возникает силы какие. Преподаватель физики Александр Герасимов объясняет детям третий закон Ньютона. Впервые за последние два года он ведет урок в своем кабинете. После того, как учреждения закрыли на ремонт учеников и педагогов, чтобы не прерывать образовательный процесс, подселили в другую школу. Заниматься приходилось во вторую смену. Переживали родители, переживали учителя. Надо, чтобы ребенок вовремя пришел, вовремя вернулся. Вот это дополнительное время тратилось неэффективно, непроизводительно. Ну а потом это была чужая школа. Возвращению в родные классы радуются и дети. Теперь им не приходится ехать на занятия через половину города. Снова начали работу спортивные секции и образовательные факультативы, столь важные в преддверии государственных экзаменов. Ты лучше пришел с утра, отучился и пришел домой днем, чем ты будешь днем приходить в школу и возвращаться домой вечером. Потому что времени не хватает. Мы приходили домой, делали уроки и все максимум. Времени уже нет. Здание школы обновилось полностью. Сейчас оно выглядит свежо и празднично, соответствует всем требованиям. Чтобы привести его в порядок на ремонтные работы из бюджета края, выделили 18 миллионов рублей. В школе практически была разобрана, остались одни стены. Все заменены полы, заменены потолки, заменена кровля новая, окна установлены новые, электропроводка и электроосвещение полностью новые. Кроме того, обновляется в школе оборудование и мебель. В конце прошлого года закупили новые парты и стулья на 120 тысяч рублей. На данный момент в школе созданы все условия для того, чтобы выполнять образовательный процесс в полном объеме. К обучению приступило 147 учащихся, хотя техническая возможность школы предусматривает до 250 учащихся. Поэтому есть еще небольшой запас, чтобы можно было еще принять новых учащихся. Сейчас педагоги уже подготовили классы к работе, оформили кабинеты стендами с наглядной информацией, таблицами и формулами. В течение ближайших месяцев планируют украсить коридоры декоративными растениями. А уже 25 января состоится торжественный бал, посвященный открытию обновленной школы. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости. Продолжение следует... Продолжение следует...